Мы продолжаем выпуск. Ровно недели осталось до грандиозного события года. 14 и 15 июля в туристическом комплексе «Степной кочевник» стартует 9-й международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». За свою историю фестиваль постоянно менял место проведения. Сначала он проходил на сцене оперного и в камерном зале филармонии. Неоднократно собирал полный зал русского драмтеатра. Четыре года подряд он завершался грандиозным пикником в этнографическом музее. В прошлом году, в 2016-м, организаторы поняли, что для роста фестиваля необходимо сменить площадку. Так «Голос кочевников» переехал в туристический комплекс «Степной кочевник». Но знаете, что самое удивительное? Фестиваль не превращается в ежегодное стандартное мероприятие. Напротив, каждый год «Голос кочевников» удивляет. Так вот, чем он удивит на этот раз? Музыканты каких стран нас будут радовать? Об этом расскажет главный организатор фестиваля, художественный руководитель Бурецкой филармонии Наталья Уланова. Здравствуйте. Здравствуйте. До начала фестиваля ровно неделя. Что нового? Что готово ли все к началу фестиваля? И что нового приготовили? Действительно, до фестиваля неделя. Мы очень волнуемся. Очень напряженная идет сейчас работа, потому что действительно кажется, что все готово, но боимся как бы какие-то вещи не упустить, особенно связанные с организацией транспорта прежде всего. Что касается нового, то каждый год у нас новый line-up, то есть это состав участников. В этом году приедут музыканты также из разных стран мира. Это и Корея, это Бразилия, это Монголия и, конечно же, Бурятия. Бурятия будет представлена несколькими коллективами. Это Бадмаханда, Намгар, это группа из Тунки и Саган Турлак, это Хатхурзу и группа Делзен. Поэтому я думаю, что публика, каждый зритель найдет для себя что-то интересное, что-то любимое, то, что близко именно ему. А вот я слышала, что открывать фестиваль будет Бадмаханда и Шеева, почему именно она? Потому что я считаю, что Бадмаханда и Шеева это такое лицо Бурятии, голос Бурятии, скажем так. Этнический голос Бурятии. Этнический голос Бурятии, да, именно этнический голос Бурятии, вы совершенно правы. И Бадмаханда сегодня очень активно экспериментирует, то есть она вышла из вот этого традиционного своего образа, я имею в виду фольклорного. Не все, конечно, это одобряют, потому что любят очень традиционную версию, скажем так, Бадмаханды. Но все меняется, мы живем сегодня в очень скоростное время, и нужно попробовать все. Нужно пытаться представить народную музыку в разных, скажем, форматах, в разных обрамлениях, для того, чтобы дойти, достучаться до разной публики, до разного зрителя. Потому что те, кто сегодня сидит в сетях, слушает музыку в интернете, то есть им зачастую очень сложно воспринимать аутентичный фольклор. А вот через такие пути, сочетание народной музыки с электроникой, или с джазом, или с чем-то еще, с рок-музыкой, это более, скажем, понятный уже язык, на котором можно разговаривать с поколением будущего. И как раз после этого люди будут готовы воспринимать как раз аутентичное исполнение с большим стрепетом и вниманием, нежели так сразу. Скажите, пожалуйста, что касается организационных моментов, люди будут приезжать и жить в палатках, там уже приготовлены палатки, или все-таки им нужно будет с собой эти палатки привозить? И вообще можно ли в комфортных условиях где-то там переночевать? Там есть юрты, там есть хостел, места в хостеле еще есть, но юрты, по-моему, насколько я знаю, уже забронированы. Дело в том, что фестиваль проходит на территории туристического комплекса «Степной кочевник», и там не так много благоустроенных мест. Поэтому мы рекомендуем, конечно, брать с собой палатки, и изначально мы рекламируем этот фестиваль как путешествие, как поездка на отдых на два дня за город. То есть не надо воспринимать, что вы пошли на концерт в театр. Естественно, нужно к этому готовиться, то есть как вы на Байкал многие ездят, так или в какой-то другой город. Поэтому это такой маленький отпуск. Поэтому, конечно, желательно взять все с собой. Но, а если такой возможности нет, то будет организован транспорт, автобусы, микроавтобусы, на которых вы можете уехать в город и переночевать дома в комфортной для себя обстановке. Спасибо большое. Более подробно о фестивале вы услышите в программе «Актуальная тема», а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин